Привет, друзья! Если у вас сложности, не стоит унывать. Посмотрите несколько самоделок, которые мы приготовили, и набирайтесь опыта. Надеемся, они вам помогут, и вы поставите огромный лайк. Ведь ваши лайки — это лучшая мотивация для создания подобных роликов. Итак, поехали! Вы купили своему братику детское питание в стеклянной баночке, и он с аппетитом ее опустошил. А что делать с баночкой? Для начала откройте краник с горячей водой и хорошенько вымойте ее. Поставьте вверх дном и подождите до полного высыхания. Пока баночка сохнет, возьмем сверло и установим в шуруповерт. Положив крышку на деревянную поверхность, просверлим отверстие ровно по центру. Теперь закрутим крышку обратно и, взяв трубочку для напитков, воткнем ее в отверстие так, чтобы расстояние от донышка и до трубочки было порядка 1 см. Далее поставьте отметку в 4 см от верха баночки и аналогично под крышечкой. Достав трубочку, сделаем надрезы с обеих сторон, как показано на видео. Это должно выглядеть вот таким образом. Установим трубочку в исходное положение до ранее просверленной разметки. С помощью горячего клея плотно зафиксируем все это дело на своем месте. Нам осталось открутить крышку и при помощи воронки насыпать в банку сахарного песка. Заварим крепкого чаю и насыпем сахарного песка столько, сколько вам необходимо. Сахарница с дозатором собственного производства очень удобна в применении и ни в чем не уступает заводскому аналогу. Ребята, а как вы храните кучки болтиков, шайб, гвоздей и всякий металлический хлам? Напишите в комментариях. А наш сосед Петруша носит их в своем кармане. Но это непрактично и не гигиенично. Уверен, что многие из вас хранят их в стеклянных баночках. К этой категории людей отношусь и я. Но при ремонтных работах, когда необходимо их быстро достать, это делать очень неудобно. Предлагаем прокачать наше хранилище с помощью обычного магнита. Открутим крышку банки, возьмем термоклей синего цвета под настроение известного клипа и нанесем его на обратную сторону крышки. Приклеим магнитик и закрутим крышку до упора. Если у вас закончились шурупы, то переверните баночку вверх дном, они приклеятся к магнитику и вы без особых усилий возьмете их необходимое количество. Удобство данной модернизации очевидно. Если вы электрик и вам часто приходится оголять провода, а делать это ножом неудобно и можно пораниться, то воспользуйтесь нашей самоделкой. Чтобы ее сделать, вам потребуется прищепка для белья и точилка. Первым делом вам необходимо открутить шуруп на точилке и достать лезвие. Далее приложим точилку к торцевой части прищепки и маркером сделаем разметку. Шуруповертом с маленькой насадкой просверлим отверстие по заданному месту. Прикрутим лезвие к прищепке, как показано на видео. Вот и все. У нас получился самодельный оголятор проводов. Прищемим место провода, до которого нужно его оголить, и легонько прокручивая приспособление, вытянем ПВХ-изоляцию. Инструмент очень удобен и, самое главное, безопасен. Если вы досмотрели ролик до этого момента, то напишите в комментариях, какая из самоделок вам больше всего понравилась. А на сегодня у нас все. Всем удачи и щенка! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok